Добрый вечер, в эфире программа СТВ+. Я Павел Овчинников и разрешите мне представить гостей сегодняшней нашей программы. Это Павел Олегович Зелюков, заместитель координатора Самарского рекоотделения ЛДПР по идеологической работе, депутат Думы городского округа Сызрань. Да, начал с дальнего, так сказать, с дальней траектории. И рядом со мной Юрий Николаевич Венедиктов, руководитель фракции ЛДПР в Самарской губернской думе. Добрый вечер, уважаемые зрители. Что ж, вопросы, как всегда, вы никогда, насколько я знаю, сколько мы эфиров отработали, никогда не боитесь честно и откровенно говорить на любые темы. Поэтому задам, сколько, как мне кажется, абстрактный, столь и конкретный вопрос, Юрий Николаевич, вам. Хочу спросить, вам как депутату, наверное, обращается немало жителей Самары и сейчас, особенно сейчас, главный вопрос это социально-экономические. Что, на ваш взгляд, сегодня наиболее, ну скажем, волнует горожан? Вот можете озвучить те самые болезненные точки, от которых вот человек находится чуть ли не на грани вот какого-то вот нерва такого, настоящего? Могу, конечно. Самое основное, то что и те обращения, которые мы получаем от наших граждан, это с криком о помощи. Причем, в основном, это касается, наверное, не только тех категорий граждан, которые потеряли кормильца, которые находятся на каких-то социальных пособиях, пенсии или выплаты детям-инвалидам и так далее. А речь уже идет и о тех гражданах, которые мы раньше соотносили ближе, наверное, к среднему классу. Почему так происходит? По той статистике и по тем данным, которые мы получаем из Министерства труда, по тем данным, которые мы получаем от Самары Росстат, мы видим прекрасно, что количество предприятий, как в малых формах собственности, это ЧП, это ООО и так далее. Если в торговле, например, мы берем отрасль, в которой достаточно большое количество людей у нас работает, отрасль строительства, отрасль дорожного строительства, падение очень большое. То есть те фирмы, те организации, которые работали в данных отраслях, они просто-напросто уходят, перерегистрируются, еще что-то, еще что-то. Но суть остается одна, то, что люди теряют свою работу, люди теряют заработок, люди теряют те средства к существованию, которые у них были. Самый главный вопрос здесь может быть даже не то, что происходит вот это падение, а самый главный вопрос, то, что та экономическая ситуация, которая у нас сложилась в стране после 2009, условно говоря, 2010 года, когда мы вылезли из кризиса 2008 года, она способствовала повышению, скажем так, материального уровня благосостояния наших граждан. Как следствие, это покупка ипотечные кредиты, как следствие, покупка каких-то вещей, как следствие, покупка автомобилей и так далее, и тому подобное. И как следствие, та долговая нагрузка, кредитная нагрузка, которая на наших гражданах имеется. В частности, на конец 2015 года 99 миллиардов рублей – это кредиты наших физических лиц в Самарской области. 21 миллиард из них – это просроченные кредиты более полугода. Причем темпы нарастают очень стремительно. Как люди будут отдавать эти кредиты, как они будут гасить эти драконовские проценты по кредитам, никто на этот вопрос ответить не может. Поэтому предложение, одно из предложений нашей фракции в Государственной Думе – это через государственную поддержку, проценты по кредитам, которые брали наши граждане, каким-то образом или погасить, или приглушить, по крайней мере. Таким образом мы дадим облегченно вздохнуть огромной, скажем так, массе наших граждан. Первое. Второе. Я говорю только по официальным данным. На 70% за февраль месяц у нас возросло количество неотданных кредитов по ипотеке. То есть, если у нас будет продолжаться движение в сторону дна, как говорит наш великий министр экономики господин Улюкаев, и мы его когда-то нащупаем и пойдем дальше, ниже дна, то к концу года, очевидно, у нас огромное количество наших граждан будет просто-напросто банкротами. И будет инициирован отъем тех квартир, за которые по ипотеке люди не расплатились. Мы пока об этом не думаем. По крайней мере, наши официальные лица об этом во все, как говорится, не заявляют. Наше предложение по данным вопросам, пока, когда шло обсуждение бюджета, там, первое, второе чтение, значит, наши предложения были 30 миллиардов в нашем распоряжении, это распоряжение области, находится недостроев, на 38 миллиардов, прошу прощения, вот только сегодня комитет был. Мы три года уже пытаемся заставить правительство и инициировать вопрос о продаже хотя бы части. Слава богу, в этом году у нас вопрос с мертвой точки сдвинулся. Но, еще раз повторяю, мы инициировали этот вопрос с 2013 года. На нас смотрели немножко косо, может быть, с недопониманием каким-то, может быть, просто у людей, те, кто находятся в исполнительной власти, не было ранее таких действий, чтобы реализовать вот эти недострои. Но рано или поздно что-то случается, и все хорошее когда-то заканчивается, и начинается жизнь. Поэтому вынуждены как бы они на это идти. Следующий момент, связанный с теми вложениями области в, ну, скажем так, перспективные отрасли, в частности, вот нанотехнологии. Область вложила достаточно большое количество денег, это было софинансирование программы с федеральным бюджетом. Как итог, огромная часть этих денег просто-напросто находится на депозите в банке. Почему бы эти деньги не употребить в данный момент времени для каких-то других нужд? Следующий момент, опять-таки, наши предложения были, и вот в вопросах господину губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину, мы тоже это обозначили от фракции ЛДПР. У нас есть огромный массив, скажем так, наших изобретателей и тех изобретений, которые мы можем реализовать. Но мы считаем, что наше правительство области, оно недостаточно, как, впрочем, и федеральное правительство, недостаточно уделяет этому внимания. А если уж говорить своими именами, называть вещи, то они вообще не уделяют этому внимания. Хорошо, тогда спрошу, вот время очень быстро бежит. А какие рецепты, так скажем, давайте так, какие рецепты, какие предложения есть у вас для того, чтобы исправить ситуацию, сложившуюся сегодня реально не очень хорошую экономическую ситуацию? Вы понимаете, если мы говорим о том, что аспирином лечить какую-то серьезную болезнь, то, наверное, как плацебо это и пойдет. Если мы говорим о том, что мы должны принимать радикальные меры в лечении этой болезни, а в частности речь идет о критическом состоянии социально-экономического устройства нашей страны, то мы должны говорить о кардинальных рецептах. Наше предложение, предложение нашей фракции. Первое. Центробанк должен работать под управлением или президента, или парламента. Второе. Мы должны включить печатный станок с тем, чтобы денег у нас хватало. А по всем теориям экономического развития в обороте должно находиться 70-75% денег, которые у нас в ВВП приходят. 62 триллиона рублей ВВП, 30 триллионов минимум, 40 триллионов минимум денег должно быть в экономике. У нас их в год 10 триллионов. А это уже инфляция, все же пугают инфляции. Следующее предложение. Все то, что касается к валютным операциям, все это должно проходить следующим образом. Та маржа или та прибыль, которую банк получает, она должна облагаться по результатам купли-продажи валют, она должна облагаться очень большим налогом. Как это во всех странах делается? Именно поэтому там и нет таких ситуаций, которые у нас сложились. Когда деньги банкам дали, они их вместо поддержки экономики бросили в валютный рынок. Следующий вопрос. Все те проценты по кредиту, которые идут на поддержку экономики, они должны идти от 0,5, поддержка сельского хозяйства, до 4 процентов, это поддержка каких-то структурных проектов. Наше предложение такое. И плюс еще все те моменты, которые соотносятся к кредитам населения. Государство прощает по десятке миллиардов долларов для других стран. Для своих жителей государство ничего не прощает. Что это за государство и какую социальную ответственность он несет за свое население? Ответ понятен. Спасибо большое. Я хочу одну вещь сказать важную, касающуюся конкретно вашей партии. Очень часто, но это, видимо, позиция вашего лидера, в том числе, вы используете довольно интересные и нестандартные методы общения со своими избирателями, с населением. Не будем говорить избирателей, будем говорить люди, с которыми мы с вами вместе существуем, живем и так далее. И вот один из методов, такое существует, как агитпоезд, который, насколько я знаю, проезжает сквозь всю страну. Ну, лучше один раз посмотреть, чем тысячу раз об этом рассказать. Давайте посмотрим материал и продолжим наш диалог. Полдесятого вечера поезд ЛДПР прибывает в Самару, станции Сызрань, Обшаровка, Безенчук, Чапаевск, Новокуйбышевск, позади. На всех остановках встречи с гражданами. Команда депутатов и юристов принимает от людей письменные и устные заявления. Самарцев, как и остальных жителей страны, волнуют разные вопросы. Споры по капитальному ремонту, заработные платья, ремонт дорог, безработица и рост цен. Каждое обращение будет рассмотрено под личным контролем Жириновского. А мы-то народу не боимся. Депутаты фракции ЛДПР самые близки к народу. Надо понимать, реальная власть у исполнительных структур. И мы их заставляем шевелиться. Чиновник, если его не контролировать, если его не трогать, он ничего не будет делать. Местные чиновники, некоторые немножко вообще уже забыли, кто их избрал, для кого они работают. Мы вот четко считаем, что чиновник должен народу, а не народ должен чиновник. Каждое обращение фиксируется и попадает в общественные приемные. Далее ими занимаются депутаты. Самые острые вопросы отправляют лидеру партии ЛДПР. Владимир Жириновский в свою очередь доносит их до президента России и генерального прокурора. Не каждый человек из района, из села может добраться до депутата Куберской думы, до депутата Государственной думы. На сегодняшний день только единственная партия ЛДПР применяет такой формат общения с жителями. То есть не когда люди бегают за властью, а когда власть сама приезжает к людям. По опыту могу сказать, что большинство из них получает реальную помощь. Вот даже сейчас, когда мы с вами разговариваем, подходят люди, которые присутствовали на гидпоезд прошлого года и приносят благодарственные письма. Только за один день в Самарской области удалось собрать более двух тысяч обращений граждан. А гидпоезд проследует через всю страну, до Владивостока и обратно в столицу. За 60 дней пути пройдет 550 встреч с избирателями. Мы посмотрели сюжет, пока тут обсуждали. Кстати, вы хотели дополнить, да, буквально коротко очень что-то? Да, да, да. Я буквально 10 секунд. Я хотел сказать, что действительно, насколько люди как бы увлечены и насколько люди принимают близко к сердцу вот эти вот наши агидпоезда. Я не могу забыть вот эту девочку в Обшаровке. Там, во-первых, детей было, если Павел не даст мне соврать. Детский сад, целый детский сад. Школа, нет, школа, школа, целая школа. И вот девочка хотела, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста, дайте мне ранец, ну пожалуйста, ну ранец мне подарите с ЛДПРовской символикой. Мы обязательно ей пришлем. То есть вот такой вот обязательно это сделаем. Павел Олегович, к вам вопрос. Вот хочу спросить, удалась идея вот этого, как вы считаете, вот как участники этого события, вы как участник, удалось, задуманно удалось сделать вот этой встречей? Абсолютно удалось на 100%. Дело в том, что поезда у нас уже не первый год курсируют по Самарской области, да и по России в целом. Я хочу сказать, что в данном случае это огромное еще, огромное социологическое исследование, потому что мы проезжаем всю страну, мы видим в каждом городе, с какими проблемами приходят люди, что их волнует, что их тревожит. И нам, знаете, вот не нужна никакая прямая линия для того, чтобы ежедневно знать, чем живет наш народ, чем живут жители Самарской области. И хочу сказать, что не все так радужно, как пытаются некоторые люди представить в нашем регионе. Скажем, в Сызране, которое я представляю как депутат, люди приходили с совершенно выпиющими вопросами. Ветеран войны, до сих пор не решен вопрос с жильем. Как это может быть? Мы уже 70-летие проводили, уже все отчитали, что все ветераны у нас обеспечены жильем, и снова люди идут и снова говорят о том, что не решены их проблемы. С инвалидов детства снимают инвалидность. То есть только благодаря помощи и вмешательству депутатов ЛДПР и лично Жириновскому удается пробивать вот эту практически несокрушимую стену равнодушия чиновников. Поэтому очень нужный и важный этот проект, Агитпоезд, он поедет у нас до Владивостока и на обратном пути снова посетит Самарскую область. А вот когда, кстати, следует ожидать возвращения поезда? 27 мая мы ожидаем его, но пойдет он другим маршрутом по северо-восточной части нашего региона. Там Кошки, Клявлино, Челны, вот эти районы посетит. И особенно важно, потому что районы далеко находятся от областной столицы. Люди сюда, в Самару, приезжают по великой надобности. А здесь к ним прямо буквально к дому приезжает целая делегация депутатов Госдумы от ЛДПР. Любые обращения. И Губернская дума, кстати, тоже у нас такой порядок, что все уровни власти ЛДПР представлены на поезде. Государственная дума, Губернская дума, местные депутаты, если есть координаторы. То есть сразу подключается вся система к решению вопросов наших граждан. И что еще наблюдение я сделал для себя? Больше всего людей пришло в Обшаровке. Мы насчитали почти 350 человек. Вот Юрий Николаевич сказал, что было много детей и вообще было очень много людей. А в Обшаровке, как мы знаем, постоянного населения всего около 4 тысяч. То есть каждый десятый. И опять боль. Опять вот птицефабрика, о которой уже говорили и переговаривали много раз. И были обещания высших должностных лиц решить вопрос. Ничего не сдвигается с мертвой точки. Снова идут с этим вопросом. И ЛДПР будет добиваться того, чтобы в сельской местности обращали внимание на проблемы жителей. Мы должны сохранить село. Все говорят об импортозамещении, о продовольственной безопасности. Какая может быть продовольственная безопасность, когда мы здесь на наших глазах гробим, уже угробили крупнейшее птицеводческое хозяйство Самарской области. Да и потом, как известно, хлеб в асфальте не растет. Категорически с этим не согласны. И значит мы обязательно, обоюдное будет вот это желание, там жители Обшаровки встретятся с нами, наше обоюдное желание им помочь всеми силами, всеми ресурсами ЛДПР. Задам вопрос, о котором я сейчас вспомнил. Мы с вами говорили несколько эфиров назад. Может быть он не такой острый и болезненный с точки зрения социально-экономической, но мне кажется, он очень интересен для самарцев. Совсем скоро председатель ЛДПР Владимир Владимирович Жириновский отметит свое 70-летие. Кстати, молодец не скрывает, что ему 70, как в некоторой политике иногда лукавит, что-то, да, вечно молодые и прочее. Здесь вот все честно, откровенно. Так вот, ранее мы говорили о том, что в Самарской области реализуется проект, да, Владимир Владимирович Жириновский, 70. И конкурс на лучшее поздравление. Подведены ли итоги? Итоги подведены в минувший четверг. Мы посмотрели все работы по разным номинациям, которые к нам поступили. Были даже работы у нас из Ростова, из Ярославля, из Нижнего Новгорода. То есть люди, увидев в интернете упоминание о конкурсе, они направляли на почтовый ящик работы, даже не подозревая, что это Самарская область, Самарское региональное отделение. Особенно много было стихотворений, даже музыку некоторые записывали. И по итогам этого конкурса мы увидели, что Жириновский это гораздо больше, чем политик для современных жителей нашей страны и для молодежи. Это в некотором смысле, да простят меня коллеги за такое выражение, это поп-звезда. И к нему отношение у молодежи очень такое трепетное и по-сыновьему относится к Жириновскому. Об этом можно в стихах подчеркнуть информацию. Далее я хотел бы сказать, что 25 числа, то есть в день юбилея непосредственно в Самаре пройдут праздничные мероприятия, состоится митинг-концерт, где мы будем дарить подарки нашим гражданам. Опять нестандартный подход ЛДПР. Обычно принято имениннику нести подарки, поздравления, а Жириновский он не такой. Он говорит, пусть радуются люди моему юбилею, поэтому от его имени всем, кто посетит митинг-концерт, мы будем дарить подарки. К сожалению, та площадка, которую мы заявляли у памятника Григорию Засекину, нам не согласована с городом. По совершенно циничной причине у них месячник благоустройства. Я так понимаю, что, наверное, празднование юбилея Жириновского непоправимый ущерб должно нанести благоустройству города. Ладно, мы простим такую недальновидность политическую городским властям. Пока простим. Но подробнее о месте проведения и времени проведения митинга-концерта сообщим на нашем сайте. ldpr63.info У нас остается еще полторы минуты, может быть чуть меньше. Если есть какие-то пожелания к самарцам, к жителям Самары, пожалуйста, у вас есть эта возможность сказать 2-3 слова. Я хотел бы пожелать нашим согражданам, нашим самарцам терпения, удачи и здоровья в этой неплостной ситуации. Первое и второе. Я хотел бы пожелать им здравого смысла при тех процессах, которые будут проходить у нас в июле-августе месяце при подготовке к выборам. И выбирать все-таки не сердцем, как у нас принято говорить, а холодной и расчетливой головой. И вот, кстати говоря, пока поезд шел, вопросы задавали. А как вы будете бороться с коррупцией? А у меня просто нет слов про коррупцию. То, что касается нашей фракции, то, что касается наших ребят, которые работают, которые по зову сердцу. Сердце пришли в нашу партию и работают по зову сердца на благо в том числе и Самарской области. Поэтому вопрос о коррупции у нас вообще не стоит. Он у нас решен. У нас ее нет. Павел, ваше пожелание? Пожелание, я думаю, не своевременно сейчас. Я к другому самарцев призываю. Обязательно следите за нашей партийной жизнью. Мы предлагаем не только агитационно-пропагандистские какие-то вещи. У нас работает молодежный клуб досуговый, где по пятницам собираются молодежь и самые интересные вещи. То есть сейчас у нас проект по фитнесу мы запускаем. Бесплатные фитнес-тренировки. Пожалуйста, приходите, занимайтесь вместе с ЛДПР. Есть возможность поступить в наше учебное заведение, Институт мировых цивилизаций, открытый ЛДПР в Москве, с государственной аккредитацией. Спасибо большое вам за уделенное время. Я думаю, что эфир, как всегда, с вами очень интересен. Зрителям он нравится. Будем ждать вас снова в гости. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова